Приговор Владиславу Челоху оставлен в силе. Сегодня Кассационный суд подтвердил виновность единственного выжившего в кровавой бойне на погранзаставе Аркан-Керген. Следующая инстанция Верховный суд. Но в отечественную Фемиду не верят ни родные пограничника, ни его адвокат. Значит, ну это издевательство просто над наукой, над законом издевательства. Они признали и положили в основу вот эту пожарно-техническую экспертизу. Ну какое имеет отношение пожарно-техническая экспертиза к взрывотехнической экспертизе? Таких вопросов у адвоката Серика Сарсенова меньше не становится. Хотя с момента трагедии на границе прошло уже больше года. Напомню, в декабре 2012 Владислава Челоха признали виновным в убийстве 14 сослуживцев и егеря и приговорили по жизненному заключению. Внимание состава суда сегодня вновь было приковано к персоне правозащитника Сарсенова. Свои жалоби адвокат назвал судей профанами, а доводы экспертов Галли Матьей, за что немедленно последовал выговор от кассационной коллегии. В отличие от адвоката, мать Владислава Челоха сохраняет спокойствие. Светлана Ващенко говорит, что будет идти до конца. Даже если искать справедливость, придется за пределами страны. Будем подавать надзорную. Естественно, мы на этом не остановимся. Мы как шли дальше, так и будем идти. Даже Влад сам сказал, говорит, я сильный, я все выдержу. Буду не дождутся. Между тем, сегодня одно из казахстанских информагентств опубликовало интервью Светланы Ващенко, в котором та рассказала о разговоре с одним из сослуживцев сына Денисом Реем. Денис Рей вам звонит. Я, естественно, была ошарашена этим. Я говорю, и не знала, что спросить, тишина такая. И потом спрашиваю, он начал. Я хочу, говорит, до вас донести, что Влад ни в чем не виноват, что это самое. Я говорю, как его, ты маме, говорю, звонил. Он говорит, нет, маме не звонил. Говорит, как представилась возможность, я, говорит, вот ваш телефон нашел. Говорит, как представилась возможность, я, говорит, вот вам сразу звонил. Напомню, останки пограничника Дениса Рея так и не были идентифицированы. Родственники Владислава Челыха обратились в полицию КНБ с просьбой установить личность звонившего. Возможно, это еще один скелет в шкафу, посвященных в это дело.